Всем привет! Вы на канале Духи.РФ и это праздничный предновогодний выпуск с подведением парфюмерных итогов 2022 года. Наша прекрасная новогодняя компания для подведения итогов. Это Олеся Грузинская, бессменная ведущая, Лена Гурова, Денис Ивасик и коробочка с ароматами, выпущенными в 2022 году. Ребята, можете поздороваться с нашими зрителями, сказать, какие у нас сегодня планы вообще. Мы с Леной собрали, соответственно, у нас, по-моему, 10 ароматов будет, да? И мы решили в этом году традиционно, насколько я помню, у нас обычно есть финальное видео по люксу, финальное видео по нише, да. В этом году мы решили не делить, но, тем не менее, будет, мне кажется, интересный выпуск, потому что будет, что обсудить, о чем поговорить. Честно, мне кажется, тоже ничего такого нет. Для меня будут ароматы, которые я буду слушать в первый раз, и для Лены тоже такие будут, поэтому под конец года мы наверстаем упущенное, познакомимся с тем, что упустили в течение года, и можно, я думаю, долго не затягивать и, наконец-то, начинай. А я хочу еще немного добавить, что здесь не все ароматы, которые выпущены, здесь практически все ароматы, которые выпущены в 2022 году, конечно, их было больше. Что-то до нас, к сожалению, не доехало пока, или, в принципе, пока непонятно, когда доехать. Что-то выпущено, например, в 2021 году, но приехало только в 2022, поэтому мы будем обсуждать ароматы, про которые мы много говорили в этом году, как о новинках, но, опять же, есть вариации. Если вы чего-то не увидите, это нормально, или если вы увидите что-то, что вы, возможно, попробовали в 2021 году, не удивляйтесь. Поехали! Мне уже сразу интересно, потому что ароматов действительно много, и, ну, для вас они не тайны, но чтобы не полить времени, мы их спрятали в коробочку. Давай начнем, наверное, сразу с праздника, Лена. Ой, это для меня сразу, сразу существует! Три-то-тушки, три-то-та! Ой, хорошо, уже от удовольствия. В компанию к нашим с тобой блестящим нарядам, я надеюсь, что они уже заслужили несколько комментариев под этим выпуском, да? И Денис, и елочка, которая потеряла свою гирлянду где-то там на заднем фоне. Блестящая просто вся туфля. Рассказывай, давай, конечно. Я немножечко здесь хочу рассказать в целом про эту серию. Я не любила Каролина Эрера, Good Girl. Мне не нравится классика, хотя Денис за кадром признался, что он извел аж два флакона и делал по восемь пшиков, чем напугал меня очень сильно. Но я считаю себя амбассадором Good Girl. Это красная туфля, мне кажется, никто... Да, я знаю, как правильно говорится это слово. Не надо меня поправлять. Это такой, шутки ради. И я считаю себя амбассадором именно красной Good Girl. Она Very Good Girl называется. Very Good Girl, да. Потому что очень много о ней говорила, очень многие ее открыли благодаря мне выпускам на Духах РФ и даже другим ведущим, которые подхватили этот вайб. И вот в этом году вышла такая красивая, нарядная, розовая в блестках. Это у нас, кстати говоря, Very Good Girl Glam, что видно по дизайну. И сейчас я вам хочу сказать, что она вот прям категорически идентична цвету твоих волос в переливе наших софитов и цвету твоих буб. Слушай, ну сколько они уже, конечно, до эту франшизу. Вот я носил уже в году 2016, когда первая вышла. И все, они продолжают ее. Знаешь, что интересно? Мне кажется, что у них как раз качают именно красное и дальше. Ну потому что они кардинально сменили вообще вектор как бы. Они кардинально сменили вектор. И знаешь, почему я так думаю, почему качают именно красное? Потому что синие и черное, они вечно на скидках стоят. В сетевые магазины заходишь, они изначально дешевле, еще постоянно скидки. По хорошей цене купить Very Good Girl или вот Good Girl Glam, это достаточно сложно, потому что они, на мой взгляд, гораздо более удачно пахнут, они более универсальные. И вот эта вот версия, она очень похожа на... Она очень похожа на Angel Nova. Да, такое есть. И, кстати говоря, Very Good Girl тоже сравнивается с Angel Nova. Я люблю Каролину и Реру больше. Но это более вишневая. Для меня вообще, честно говоря, ну, конечно, я подозревал, что они прям сменили цвет, да. Соответственно, наверное, там будет что-то, ну, кардинально новое. Но то, что они так поменяют прям направление. То есть, как уже Лена озвучила, но немножечко повторю, что я в свое время... Ну, сколько же, получается, наверное, лет так, семь назад сносил два флакона классической этой Good Girl. Мне прям очень нравилось. Я говорю, для меня это был такой вот прям аромат. Мы идем кутить, там все, реально, восемь пшиков в клуб там на втором курсе. Вот. Но для меня он был прям вот такой тусовочный, все. Я прихожу, аромат уже... У меня еще нет, аромат уже там. Но сейчас он настолько поменял звучание. Но я имею в виду, что это вообще как будто бы даже... Ну, опять же, как в свое время все спрашивали, на кой, извини, черт, Энджел Новый назвали Энджел. Потому что вообще песня про другое. И вот здесь у меня такой же, в принципе, вопрос. А ты как бы Good Girl или кто? Потому что ничего не осталось от тех вот этих каких-то томных белых цветов миндалей и шоколада. И как бы можно было бы уже и новое название как будто бы дать. Но они играют на... А как бы они продавали? Ну, то есть франшиза, она продавала. И несмотря на то, что я предполагаю, что вот поздние выпуски продаются лучше, чем первоначальные, все-таки первоначальное в эстиме узнавание и дизайн. Многие же еще видят эти туфлики. Вау, классно. А расскажи по нотам, что в этом аромате? Я, если честно, не помню пирамиду, но я точно знаю, что здесь вишня. И здесь есть сладость, как мне кажется, это какие-то, опять же, карамельные розочки. И для меня это такая вишневая композиция с карамельными розами, со сладостями. В ней она мне нравится меньше, чем моя любимая красненькая. Потому что в красненькой за счет личи есть больше сочности и вот этой влажности, свежести. Это все-таки более плотная гурманская. Но это все равно очень классный люксовый запуск. И да, у него есть пересечение с Very Good Girl, но это такой аромат, если вы хотите что-то сладкое, непритерное, прикольное, комплементарное, просто это то, что нужно. Если вы хотите вот так красиво, это 50 и 80. Как раз хотела бы сказать. Потому что 30, у вас будет сниматься этот каблук. У меня 30-ка, не клево вообще. У меня тоже была одна 30-ка, потом я уже был прошарен и купил, по-моему, 50 или 80. То есть у 30-ки ты снимаешь каблук, и тут вот пульверизатор, как бы, соответственно, вот здесь находится. Ну, оно выглядит прикольно, но вот так, конечно, как бы ей приятнее распылять. Поэтому, слушай, ну, я думаю, мы все равно можем здесь обмениваться мнениями, да, сегодня? Нет. Для меня, для меня какой-то немножечко вторичный. Вот реально, у меня 100 миллилитров туалетки Angel Nova, и как будто бы вот мне нет смысла будто. То есть вообще, ну, не сказать Ctrl-C, Ctrl-V, но вот очень. Причем туалетка Angel Nova, не парфюмерка, а туалетка. А так, да, я люблю такое, но как будто бы у меня такое есть. Ну, вот мне с Very Good Girl тоже смысла нет, причем Very Good Girl мне нравится больше за счет того, что она в ней больше кислинки, она сочнее, но это имеет место быть и найдет свой поклонник. Я думаю, их классно коллекционировать, наверное. Там же выпускают даже целые еще коллекционные издания, не меняя аромат. То есть там дома в горошек был чисто коллекционный, там аромат такой. Ну, это прям такая Джессика Рэббит, я не могу. Ну, вот это, да, вот все так собирать, это классно, но... Ну, вот, да, аромат для меня как бы вот вторичен. Я так скажу, если еще нет туфельки, но очень хочется, то вполне можно посмотреть на эту, возможно, аромат понравится. И очень пахнет Киллином автосанс, это еще. Да? Ну, который ты, естественно, знаешь, да. Конечно. Я могу сказать только, что мне очень нравится, и я не уверена, что я бы стала... Теперь еще так под помаду подходит, всем блеском. Если бы она была чуть краснее, да, то есть красная, блестящая. Да, Very Good Girl только в блеск, когда была бы, да. Но интересное, правда, звучание. Не новое, возможно, в какой-то степени банальное, но при этом хорошо собранное и приятное. Да, вопросов нет, как бы, к качеству тут, да. Давай продолжим в теме блесток. Давай. Поэтому... Ой, как под свет хорошо, Денис. Да, кстати, мне прям это... Мэть. Да. Лен, честно, не помню, упустил, это 2022 года запуск? Это 2022, по-моему. Вот, и у меня тоже, и как раз мы, как бы, учитывая, что Олеся у нас отвечает за флаконы, да, но мы ее не проинструктировали, в каком порядке что выходило. Я выбираю, как хочу. А вот этот вышел точно в самом начале года, это был, по-моему, январь-февраль, это, собственно говоря, Black Opium Elysset Green, незаконный зеленый. Рассылка была в феврале, я помню. А мне не пришла рассылка, и так обидно, потому что покупать его за свои деньги я вообще не хочу, потому что у меня есть флакон экстрима, и чисто из-за красивого зеленого потратиться на него я не хочу, но зеленый потрясающий. Зеленый очень красивый, ядовитый такой прям. Очень красиво, это все оформлено. Для меня... Тоже в блестках такие, встали, выбираю по виду. Выпуск немножечко расстроил меня. Наверное, у меня были слишком завышенные ожидания. Для меня он, как и все остальные Black Opium. Да, я с тобой соглашусь, потому что у меня какой вообще вопрос к франшизе Black Opium, очень слабо отличаются фланкеры. Ну, то есть я сама больше всего люблю Black Opium Extreme, который более кофейный. Но он не драматично отличается от классики, а другие отличаются от классики еще меньше. Здесь нам обещали, по-моему, личи. Инжир, по-моему. Да, да, ты прав, инжир, все верно. Но для меня здесь инжира 0%. Все перекрывает опять эту кофе. В начале... Для меня вот чем он отличается? В начале появляется такая легкая мандариновая свежесть. Инжира не появляется вообще, а дальше это просто становится классикой. Мне кажется, ее уже нет. Да. Буквально первые два вдоха мандариновая свежесть, потом классика, я не поняла прикола, честно. Я тоже. И вот я говорю, если бы вдруг мне его кто-то прислал бы или подарил, честно, для коллекции, вот с этим красивым, ну, зеленым окошком, я бы просто его вот смотрел бы. А так, имея флакон экстрима, и у тебя и у меня, не вижу смысла вообще покупать. Я прямо слово в слово, как ты сказал, я в своем обзоре также писала, что это то же самое, и имеет смысл покупать, если вы хотите, у вас закончился флакон, или если вы собираете, просто ради дизайна, потому что очень красивый дизайн, но мне бы хотелось больше разницы в звучании, которую я не получила. Причем она как бы была анонсирована, ну, с претензией на это, что так, мы внедрили инжир, я думаю, ну, класс. Нет, потому что экстрим, он прикольно звучит, но как будто бы они просто крутили то, что уже было. Ну, кофе и так был в классическом блокопе, но просто они его как бы вывели вперед. А здесь, я думаю, ну, инжир, прикольно, в пирамиде такого еще не было. Ну, что-то как-то не получилось. Поэтому запуск, ну, мы сегодня все-таки, да, так отчасти оцениваем, оцениваем, наверное, неудачный. В том плане, что покупать его как какая-то альтернатива блокопиума, ну, в духе, у меня есть такой, 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 а вот этот будет отличаться. Нет, он просто встанет в ряд ко всем остальным. Знаешь, что нужно было с ним сделать? Вот они делают очень классные лимитки. У меня был блокопиум и есть пока зебру. Смолнией, по-моему. У меня был смолнией, смолнией я подарила маме, потому что мне столько блокопиума просто не надо. У меня блокопиум зеброй, очень красиво, прям Саратов внутри меня ликует. У меня есть интенс. Вот просто сделать блокопиум, просто дизайн другой. Да, да. И было бы клево, а тут другое название, ты ждешь другое звучание. А тут ты ждешь, что будет другое звучание, а по факту ничего, да. Так что, а тебе как у Налиста? Ты вообще любишь блокопиум? Не могу сказать, что я фанатка. Мне кажется, что я бы никогда не обзавелась, но только если прям подарили, и то вряд ли бы я им часто пользовалась. Мне приятно это звучание, но я прям не нахожу в своей жизни моментов, в которых бы мне хотелось их нанести. Хотя мне кажется, тебе бы очень понравилось. Да, мне тоже кажется, Олеся тебе прям внешности к стилю. Ну вот этот... Смотри, смотри. Два парфюмерных блогера не могут врать. Где-то моя крупная камера, но если мне вдруг кто-нибудь подарит. Ну, я прям не вижу в нем какого-то вау-эффекта для меня. Я вот говорю, я, возможно, могла бы им пользоваться, но пока не вижу причин там точно свой кошелек ради него раскрывать. И там прям как-то сильно его в виш-лист добавлять. Но он хорош, то есть я ничего плохого про него сказать тоже не могу. И да, он похож на все предыдущие кофе, я слышу больше всего. Да. Правда, тут согласна. Начнем с блоттеров. Держи блоттеры. И давай тогда пойдем по паре. Пусть будет пара вот этого. Это же твоя, да? Будет твоя. Я не знаю, у нас два. Это мой как раз. И один Дениса у нас. Кстати, вот его как раз не слушал. Ой, мне так нравится. У нас два аромата экснеила. Безумно просто. У тебя который? Это Сантал Каллинг. Это сандал экснеила. В этом году все открыли для себя сандал. Все такие, вау. Вообще-то есть сандал, сказали все бренды разом. И выпущили нам очень много. Не люблю, кстати, сандал особо, кроме литанса. Я ровно, но как я влюблена в этот аромат. Мне он безумно нравится. Расскажу чем. Он очень ровный и спокойный. Как мы уже на многих съемках проговаривали, есть два экснеила. Есть экснеила флер наркотик, которые такие летят вперед, кричат, и это супер маст. А есть экснеила более спокойные, как Ирис, как тот же Френч и Фейр, которые не станут мастхэвами бренда, но они вот существуют как очень такая вещь в себе. Сантал Каллинг это именно такой. Это молочный, очень спокойный сандал, но для меня это аромат в духе нарцисса Родригес Маск Нуар. И он здесь не по звучанию, не по напору, а скорее по настроению. Это такая новая сексуальность. Это очень самодостаточная сексуальность, когда девушка либо мужчина знает себе цену, у него есть определенные энергии и вайбы, но при этом нет вот этого «возьми меня прямо здесь». И меня это подкупает. То есть это аромат очень самоуверенный, но не кричащий самоуверенностью, что я здесь самый крутой. Такая трус самоуверенность внутри себя. Внутри себя. И это очень красиво звучит. Он кажется тихим, но на самом деле, я его ношу, у меня есть флакон. На самом деле он идет вперед носители не сильно далеко, но ощутимый, создает такой кокон. Очень уютный, очень комфортный. И плюс сток уверенности лично мне дает. Кстати, ты сказала про «Мюск Нуар». Это тот Родри, из которого я не слышу вообще. Я не знаю, как так. Он такой громкий же. Это тот, который вот с пуазоном иногда сравнивают. Я нанешу его на себя, на блотер. Я просто такой, ты где? Ты где? О, деть. Вообще не слышу его. И этот мне приятен. Но у меня вообще вот как бы сандал, как вот я говорил в одном из выпусков, что вот роза ута, у меня есть один флакон, спасибо. Вот также у меня есть один сандал лютан, больше не надо. Второй его сандал вот ливантики больше тоже не надо. И собирать сандалы я не хочу. Они мне приятны. Думаю, что это могут, вот если бы у меня было бы вакантно место сандалового аромата, он бы мог его занять. Он приятный, он такой пряненький, да? Такой умиротворяющий. Ощущение свитерочка такого прям. Да. Но как бы, кстати, для меня весьма нетипично для X-Nihela. Вот как-то я их вообще с другой стороны вижу. Ну, это вот другая сторона X-Nihela, нефтерно-наркотиковская как раз. Да, да. Но рад, что ты его сегодня включила в подборку, потому что помню, что он, кстати говоря, прогремел, да? Ну, на наших телеграм-каналах, да? Много где фигурировал. И как-то он все мимо меня прошел. И, ну, у меня пока вот никаких эмоций не вызывает. А тебе надо, кстати, нанести. Тебе пойдет. Вот поверь мне, тебе пойдет. Ну, значит, надо будет нанести. А ты расскажи пока, сразу не отходя от кассы, у нас есть еще один аромат от этого бренда. Да. И ты его представишь, что это за аромат? Это Iris Porcelana, соответственно, это Iris, который, по-моему, кстати, тоже вышел в начале года, насколько я помню. Этот, по-моему, уже попозднее. Этот позже, я помню, что на презентации этого аромата я куда-то уезжала, и у меня его нет, и я не сходила, очень грустила. А этот вышел месяц, мне кажется, через три от Iris. Я его как-то сразу послушал, хотя X-Nihela это не тот бренд новинки, которого я бегу прям слушать в духе «О, там надо прям вот точно познакомиться». Я так думаю, ну, как-нибудь познакомлюсь. И вот я, по-моему, там в ЦУМе, что ли, оказался, и он стоял. Как хочется. Для меня это какая-то лактонность, ирисы, действительно что-то вот такое молочное. Я пирамиду даже не помню, честно говоря, как-то смотрел один раз мельком. Ну и название от нас относится к фарфору. В принципе, вот это фарфоровое... Ну, там ирис и фарфор, собственно говоря. Чувствую, наверное, ощущение есть вот этого фарфора, такого белого там прям вот... Аж до прозрачности прям. Да, да. И, кстати, ну уж простите, тут как бы я без этого не могу, чуть-чуть как будто бы молочный зуб Сержа Лютанца, но больше для зрителей, да, потому что, ну, Лена не фанатка бренда, но это не самый известный аромат, я просто думаю, ты его сейчас не вспомнишь. Вот. Как будто бы немножечко вайбы тоже есть. Поэтому он красив, мне как будто бы флакон, ну, тоже вот за эти деньги не нужен. А так работа, мне кажется, очень достойная. Я вот, кстати, грущу, что у меня нет этого флакона, я бы с удовольствием это носила. Ну, тебе, кстати, замечательно его вижу, да? Да, потому что это вот действительно аромат, который мне бы подошел, и он бы очень хорошо вписался в мой ритм жизни, потому что я очень много времени провожу дома, работая практически на стопроцентной удаленке. И что интересно, вот сейчас я их рядом поставила, и ведь это два таких тихих и нехарактерных для бренда аромата, и мне кажется, в этом году они словили какой-то вайб, что людям хочется немножечко выдохнуть, немножко успокоиться, сидя у себя дома, не хочется каких-то там потрясений, ярких эмоций, потому что ярких эмоций разной направленности более чем достаточно. Но при этом они, по-моему, под конец года решили все-таки... Флорный дикотик, по-моему, какой-то еще выпустил. Версии парфюм, по-моему, или экстреда парфюм, и что-то еще там, вот какая-то под линейка, по-моему, вышла, но, по-моему, она до нас не доехала еще. Не знаю, вот я, кстати, ничего... Я слышала о таком, что да, какой-то флорный наркотик будет. Там версия парфюм, по-моему, прям вот. Интересно, кстати, было послушать. Да, я бы тоже хотела. Но у нас сегодня, к сожалению, нет. Вот такие как раз-таки новинки от бренда показывают, что они как-то ушли, да, в сторону такого умиротворения, покоя и ниги. И они ушли. Я вспомнила это видео, я вашу жизнь эту понял до конца. Да-да-да-да. Бесконечная, вечная. Поэтому, и да, так интересно, что мы их парочкой представили, да, как раз-таки один от тебя, один от меня. Какой тебе больше нравится? Ну, мне по-прежнему больше ирис нравится. А тебе? А мне сложно, мне оба они очень нравятся. Ну, хотя они разные, но я бы ирис взял бы себе, если уж выбирать, да, что там у Санта-Клаусу заказать, то как бы точно бы ирис, да. Я думаю, что первым, наверное, тоже бы заказала ирис. Он как-то... Вот он прям стопроцентный. Ну, тебе больше сандал вижу. Да, я тоже больше на тебя вижу. Он такой какой-то горячий, жгучий. И вот так Денис видит Олесю. Это все моя новая прическа. Нет, я оба их вот прям ощущаю прям прекрасно. Но, возможно, мне прям сейчас уже близится к вечеру, уже хочется чего-то домашнего, уютного, поэтому именно прямо сейчас в моменте, возможно, больше ирис попадает. А вот на день, возможно, был бы сандал. Так, держи снова блоттеры. Твой следующий аромат, это, насколько я помню, этот. Ага. Пусть будет он. Представляю его. Это Артизан, Contus du Levant. Он вышел, кстати говоря, это тот аромат, который точно вышел в 21-м году. И оказался он у нас на полках либо совсем-совсем-совсем в конце 21-го, либо в начале 22-го. Просто Почта России он ехал к нам, поэтому... Да, на самом деле Артизан в этом году большие молодцы, потому что у них очень много обновлений. У них вышло обновление в линейке La Botanie, которую дав на бюджет. Я обожаю ее, но просто пока нет на духах РФ. РФ отличный. У них вышла Мимоза, которую я уже попробовала в путешествии. То есть они прям продуктивно делись за работу. И очень много идет обсуждения про бренд La Artesan, потому что раньше он был более такой нишевый, действительно артизанальный. Сейчас у них больше запусков, и некоторым кажется, что они из-за этого меньше стараются. Я с этим категорически не согласна, потому что у них параллельно идет большая работа. И мне кажется, они угождают и всем. Вот это... Такая красивая роза. Да, это в традициях старой школы. Это такая роза почули, замковая. Очень в стиле старого La Artesan для поклонников вот того, что они делали. Мне нравится, да. Такая очень красивая роза. Мне кажется, что она даже перечная может быть какая-то. Да, это есть. Ты был с ней знаком? Нет. Бренд La Artesan как-то... Я чувствую, что для меня там есть потенциал. И мне нравится. Даже мы с Леной обсудили, у нас есть совпадение, что нам нравится в этом бренде. Но как будто бы... Ты знаешь, просто не очень понимаю, куда его идти слушать. У меня было какое-то количество отливантов, даже один флакон. Охота на бабочек была. И как-то я все это снашиваю приятно, но повторять не хочу. И как будто бы единственный отливант я хочу офлаконить, это Босфор. Все остальное пока что как-то... Денис. Коллекция Дафны Бюжель Абатоник. Ну, значит, мне нужно тоже к ней... Если у нас есть совпадение, вероятно, мне это тоже поменится. Вот ты сходи, попробуй, потому что я тот самый человек, который больше любит то, что происходит в бренде сейчас. Я абсолютно ровно к их старым запускам. Из старых запусков у меня есть Босфор, у меня есть Мучной лес. И это все, что мне хочется. У меня реально нет желания приобретать что-то еще. Но я с ума схожу по серии Ля Батоник. Я обожаю просто все, что там только есть. Вот любой флакон не возьми, с закрытыми глазами. Я каждый хочу. У меня есть два, и я хочу все остальные. У меня как раз ощущение, что я вот тяготею к тем старым выпускам. Мне интересно, там, вот этот Passage d'Amphère, Civi, Allô. То есть все, что вот такое традиционно старое, артизановское. Но вот если вот новое, вот это действительно прям новый выпуск, да, соответственно, не переиздание какое-то, то это очень красиво, да. Поэтому буду, значит, для себя и новые какие-то выпуски артизана тоже открывать. Попробуй. Да. Знакомство не только для зрителей, я думаю, для многих будет, но, видишь, и для тебя тоже. Да, да. Я думаю, что наверняка многие упустили какие-то из этих новинок, потому что даже если люди, у которых напрямую работа связана с парфюмерией, упускают какие-то новинки, я думаю, что наши зрители тоже что-то пропустили. Я думаю, что мы закроем сегодня эти пробелы, например, закроем еще один из пробелов. Такий прекрасный нормальный выпуск. Вот как раз-таки, да, пробел для меня и для Лены, я так понимаю, тоже. Потому что, наверное, все мы настолько полюбили C-Intense 2021, что решили этот просто отодвинуть уже, да. Это, собственно говоря, Armani C Passione версии Кла. Красивый такой флакончик. Цвет. Да. Алый. Но, кстати, до меня как-то долго доходил вот этот ваш ветер любви к Armani C-Intense, потому что у меня появился только, по-моему, месяца два назад. Порицаю. И я прям такой, ой, да, классно. То есть, ну, как-то я все не подходил. Где моя футболка? Я же говорила. Я просто сюда хочу. Вот, да. Я его обожаю просто сейчас. И как будто бы это тоже, в принципе, туда-куда-то. Но отличий кардинальных я не вижу. Я не чувствую счастья. Кстати, мне принципиально это разно с Armani C-Intense 2021. А мне куда-то примерно туда. Слушай, ну он же вообще воздушный. Может, такого варева нет прям? Он воздушный. То есть, Armani C-Intense, это же варенье из роз, это перетертая черная смородина. А здесь что там вообще? Там какой-то, наверное, личи вообще-то. Мне кажется, что куда-то вот сюда опять, кстати. Да, да, вот их вот рядом поставить. Я не знаю пирамиду, я не буду сейчас врать, чем это пахнет. Для меня это пахнет личи, и он стал гораздо прозрачнее. Вот возьми первый блотер, который у нас был. Кстати, мне кажется, что туфелька, она даже поярче. Мне кажется, интереснее чуть-чуть, как будто бы она прям как-то более замысловатая. А вот это, что-то они из него вообще как будто, чуть не сказала плохое слово, как будто все важное вытащили. Не очень мне импонирует. Ну, слушай, ну, с другой стороны, запрос же у людей разный бывает. То есть если те, кому, наоборот, интенс была слишком густая, слишком ядреная, но в целом направление было интересно, это же, наоборот, здорово, что дают какую-то возможность для альтернативы. Я знаю, что скажу. Я бы в слепом затесте это вообще в линию Си не отправила. Потому что Си — это в первую очередь черная смородина, ваниль. Где это? Где это все? Ну, как бы да. Спасибо. Следующий. Спасибо, следующий. Поехали. У меня еще четыре аромата, причем мне так нравится сейчас, пока еще зрители не видят, но мне нравится цветовая гамма. А мне так нравится, как с тобой сочетается этот флакон. Это, мне кажется, флакон, с которым тебя можно фотографировать. Давай я даже нанесу. Ты можешь пока начать рассказывать, что это за аромат у меня, я его нанесу. Это у нас фланкер на фланкер. Это Нарцисса Родригес Маск Нуар версия, по-моему, Розе, скажи мне, правильно ли? Да, по-моему, да. 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 Да, нуар. И это вишневый Маск Нуар. Маск Нуар снискал огромную любовь парфюмерных критиков и покупателей, он очень хорошо продавался, его полюбило действительно большое количество людей, и бренд решил обуздать волну этого успеха и предложить что-то еще. Это очень правильное коммерческое решение, я его поддерживаю. И я отношусь с огромным уважением к ним за то, что они действительно принесли в этот аромат что-то новое. Для меня здесь проявилось такое прям, здесь очень много кумарина и вот эта вишневая косточка. И это вот Маск Нуар, но вишневый. Причем здесь Розе, я не очень понимаю, если честно. Для меня это вишневая версия Маск Нуара. Вот для меня, как я уже сказал, по-моему, в этом выпуске, я не слышу вообще Маск Нуар классический, я просто его не слышу. А вот этот я слышу. Вот, наконец-то. И вот для меня он как раз-таки, я слышу и вишню, которую ты упоминаешь, и вот для меня здесь и пуазон звучит, в принципе, отчасти. Ну, не прям, конечно, доскональная копия, да, но что-то есть. Мне всегда были симпатичные Родригесы, и как раз-таки я всегда был больше по кубикам, а вот эти прямоугольнички как-то... А я по прямоугольничкам. Он очень приятен, и, ну да, прикольная история, что это фланкер на фланкер, по сути, да? Нет, звучит он потрясающе, тут как бы вообще вопросов нет. Я была фанаткой Родригес, пока не сносила от Левант Родригеса, и не поняла, что он все-таки имеет такую сверпящую какую-то, ну, по крайней мере, я не помню, кто у меня конкретно был, Фохиоли, что-то другое, но у них была какая-то нота, которая меня прям бесячее преследовала на протяжении всего дня. И мне вот по звучанию, по флакону, по всему вообще безумно нравится этот аромат. Но как бы он тоже не... Не будет. Не будет? Я тебе прям говорю сто процентов, потому что классически, если у тебя были прямоугольники, у тебя был Нарцисса Родригес ЭДП или ЭДТ... Нет, у меня была квадратика. А, квадратика. Амбре у тебя. Квадратики суперпундровые, там пудра настойчивая прямоугольники. Или пудра, да. Они, в них очень мощный мускус, который многим вообще пахнет немытым человеком, с ним сложно многим людям. Но вот эти вот, они точно не будут раздражать. Конечно, наверняка в комментариях найдутся люди, которые скажут, что меня там что-то подбешивает, но огромное количество... У нас, наоборот, обычно защищают исключительно. Такое ощущение, что самые злобные зрители — это мы. А в комментариях все, наоборот, пишут все классно. У меня огромное количество подписчиков купили именно вот первый маск Нуар, и мы все сошлись в обсуждениях, что это самый дружелюбный Нарцесса Родригес. Вот если тебе такой, он же плотный, если у тебя такая интенсивность окей, то каких-то раздражающих нот, которые вылезут вперед и будут тебе выедать мозг чайной ложечкой, не будет. Ну или пюр маск можно тогда попробовать. А еще забавно, что я вообще не люблю ноту вишни в парфюме. Для меня она какая-то слишком... Синтетическая. Во-первых, синтетическая. Во-вторых, для меня она слишком съедобная в жизни, чтобы этим пахнуть. Я не люблю, да, такое прям пахнуть вишенкой, типа пахнуть бананчиком, ну что-то такое. Но здесь она вот как-то пудрово-косметически обыгранная, поэтому она прям приятная. Кстати, это прикольчик. Фланкер на фланкер. Мы заговорили про пюр маск. Так у них еще и вышел фланкер на пюр маск. Не помню, только в этом году или в конце прошлого. Но есть еще и версия, еще один пюр маск. И он тоже хороший, и он тоже хороший. Я вот его плохо помню, да. Я сам пюр маск обожаю просто. Давай продолжим. Просто вот что я говорила, цветовая гамма. Да, да, да. Ну да, у нас примерно все в одно. А я сама. Давай, чтобы вы не говорили, что зачем Олеся в этом выпуске, давай я буду вам распылять ароматы. Но сегодня, правда, ваш бенефис, вы рассказываете, это полностью ваш эфир. У нас аромат Гоздущин, соответственно, китайская роза Тома Форда. Но тоже в начале года вышли эти три розы. У тебя есть какая-то, да? У меня розы уже все есть. Я так люблю флаконы. А у меня Амальфия. А кто хочу Амальфию? Вот. И как раз-таки вышли три розы. Русская, китайская и Амальфия. Я решил взять сегодня китайскую. Просто, ну, думаю, чтобы вот как бы была какая-то, да? Потому что я думаю, наверное, у меня Амальфия. Я почему-то думал, что у тебя, наверное, русская. Думаю, пусть будет ни тебе, ни мне. Да, да, ты попал. И мне нравятся все три. Но как будто вот мне достаточно пока одной. Хотя я понимаю, что они вообще не заменяют друг друга ни разу. Они очень разные, все три. Но как бы просто собрать три розы Форда, как бы пока, да, по деньгам. А так, каждая, мне кажется, заслуживает внимания. Это, по-моему, такая пряно-специево-амбровая. Вот. Мне, наверное, она вот вторая по интересу. Наверное, для меня русская последняя, кстати. У меня тоже самое. У меня русская, потому что так просто получилось. Мне больше всего нравится Амальфия. Я бы ее с удовольствием носила. Такая она миндальная, прям пироженка. Миндально-цветочная вот эти вот сады. Красота просто. Да, я прям молюсь на свой флакон. Давай просто чуть-чуть Олесу введем в курс, чтобы он понимал. Три розы. Вот эта такая более, ну, смолистая, амбровая, пряная. Вот Амальфия, она такая вот миндальная. Прям макарунс пахнет немножечко даже отчасти. Ну, а про русскую ты, наверное, лучше скажи. А русская — это роза с кожей. Да, такая тоже, в принципе, плачка. По звучанию мне должна русская больше подойти. Мне кажется, я люблю. Так что запуск... Хотя это прям интересно. Запуск очень прикольный. И, ну, не знаю, вот у меня тоже, все меня, кто смотрит, знают, у меня в последнее время прям обсессия с Фордом. Я что-то так думаю, надо все, просто Тома Форда, еще больше Тома Форда. И у меня уже что-то 4 Private Blend за месяц появилось. Я такой, о, все. А меня отпустило, наоборот. А у меня была волна в 2019-м любви, потом как-то спокойно, и сейчас что-то опять накатило. Табака, ваниль, вот это все. У меня теперь тоже есть флакон, поэтому... Ну, красота. Обожаю Форда в последнее время. И вот эти все розочки, мне кажется, очень... По-моему, что еще в Private Blend-то выходило в этом году? Мне кажется, все. По-моему, тоже все. Но они, на самом деле, такие молодцы, что они сделали не один запускный измер, а они целый розарий представили. То есть, вот вам мы сделали все розы. Все возражения. Но мне так нравится, как они сочетаются вместе по цвету. Это красиво. Да, они прям такие друзья. Я люблю флаконы. Это красотища. Мне очень нравится, кстати, объем. Только 50-ки. Да, он такой аккуратный. Обрубленные, сотки некрасивые. Такой приятный флакон, такой... Прям хочется выставить целую коллекцию. И коробки, кстати, у них тоже. Мне нравятся звучания. Опять же, я не могу сказать, что прям мне бы срочно надо... Я бы хотела познакомиться со всеми тремя. По-моему, через меня в этом году не проходили они. Но я как-то фанатка Форда, знаешь, как будто бы заочно. Потому что все равно есть вокруг него какой-то вайб, что если Фор сделал, то это хорошо, что это красиво, что это дорого, что это статусно, что это надо. Что если ты скажешь, что у меня от аромата Тома Форда сразу будет о-о-о, хорошо. Ну да, так и есть. То есть какой-то вот такой заочный вайб есть. Но при этом, если бы мы знакомились с ним вслепую, я не уверена, что это был бы прям какой-то ваунд. Ну, он же потому, что очень разный весь в последнее время, очень разный выпускать ароматы. Я вспомнила, я позавчера посмотрела фильм, и там был креативный директор модного агентства. Это комедия с элементами триллера, не вспомню сейчас название. И суть в том, что девушка на него нападает и говорит, ты Том Форд для бедных. Он говорит, Том Форд хотел бы быть мной. У меня прям вспомнилось это. Но Форд молодец. Да, к нему вопросов нет. Во всех смыслах слова красавца. Но я знаю, что у тебя есть вопросы к следующему аромату. И сейчас будет минута духоты просто в этом выпуске. Но, ты смотри, ты заметил, уже третий розовый аромат подряд, если еще поставить первую королеву. Потому что розовый продает? Да, ты думаешь, кстати, цвет настроения в этом году розовый, да? Обожаю, да. Розовый, во-первых, в целом в тренде, а во-вторых, он никогда из него и не выходил, и мне кажется, это хорошо. Ну, цвет года, я забыла, как эта компания называется, которая каждый раз... Пантон. Да, по-моему, это цвет моих волос. Был синий. А, нет, изначально был Верипери, а потом новый объявили цвет. Но это уже на следующий год, да. У меня есть... Я достаточно много ждала от этого запуска, потому что это Прада Милано, он так и называется, по-моему, да, он так и называется, Прада Милано. И я хочу сказать, что я ждала многого, потому что мне очень нравится, что происходит у Прада фэшн. Мне очень нравится, что они взяли треугольник и сделали из этого культ, и цепляют этот треугольник от панам там до суммы к обуви, одежды везде. И они делают достаточно... Они делают инновационные вещи, которые залетают в тренды, и все их хотят. И я ожидала, что аромат тоже будет такой, что все вдохнут и скажут, вау, это свежо, при этом это носимельно, и все хотят. Но здесь нет свежести, он такой вторичный. Да. Я не знаю, мне бы хотелось сказать про него что-то хорошее, потому что хочется похвалить бренд за старания, и все-таки это первый их фланкер за очень много лет. Именно женский, потому что до этого там у нас был мужской Прада Оушен. Флагман уже только, да? Да, да, флагман. И сейчас у нас женский флагман, и он... Ну он никакой. Это просто... Для меня это очень. Это просто My Way. Да, да, да. Это вот все вот эти вот земляничные флёрд-оранжи, которые только есть, их миллион. Меня тоже не впечатляет, первый раз его слышу. Слушай, ну, я думаю, он будет хорошо массово продаваться. 100%. Тут как бы без вопросов. Мне очень нравится линейка Amphusion, соответственно, и я прям... Вот, пожалуйста, если у кого-то миндальный стоит без дела, пришлите мне, потому что его сняли, вот Amphusion The Mount, там с миндалём есть. Он сейчас за какие-то просто скотские деньги продаётся. А какая там геральха? А у меня только мандарин, ну, который у тебя, я думаю, тоже есть. Нет, вообще ни одного Amphusion нет. У меня есть мандарин, потрясающий, очень хороший. А вот и миндаль я всё там хочу. Остальное... Ну, мне там, в принципе, нравится концепция вся вот эта. Их, как бы, основная линейка, ну, оно, наверное, нацелено на массового потребителя, который будет это покупать. Но, да, нам, как бы, парфискушённым это не очень интересно. Зажрались. Да. Но у меня в целом даже есть претензия, потому что, да, это будет покупать массовый покупатель. Но, во-первых, можно было бы чуть посильнее постараться. Всё-таки они не так часто выпускают новую линейку. Ну, вообще-то да. А зачем они выпустили MyWay? Кто-то понимает, почему они выпустили MyWay под своим брендом? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, что все старания ушли в форм-фактор флакона и в Эмма Уотсон. Всё. Мне так нравится флакон. Мне флакон как будто бы вроде бы нравится, Эмма Уотсон мне не нравится. Поэтому, простите, сейчас, да, вот как девочки уже немножечко с ума сошли. Я ни Гарри Поттера не люблю, ни Властелина Колец, только Чужой. И вот это классная франшиза. Вот. Поэтому, нет, как-то нет. Спасибо, но нет. Ну, давай тогда расскажем про ещё один аромат, который, кстати, в продолжение темы, что розовый цвет резона. Мне тоже каких-то треугольников. У-у, привет. Да, по-моему, трезор La Nuit Intense, если мне не изменять память. Это один из любимых ароматов в этом году Карины. Карины, да. И я тоже с ним не знакомился, потому что как-то я так думаю, ну, как-нибудь потом. И вот под конец года наконец-то руки дошли. Чудовищный цветочек, конечно. Да, цветочек такой-то. Я сразу вспоминаю своего... Подделка в подготовительной группе, да. Первый свой трезор глубокого фиолетового цвета, который, когда мне было, наверное, лет 20. Не, ну он прикольный, такой миндально-вишнёвый. Пахнет он обалденно. Да. Он такой ягодный. Карины его называют куличом. Я не знаю, почему, я не сильно в куличах, если честно. Не особо люблю их есть. Но это ягодный, такой прям вот очень он весёлый, праздничный. Я вот такие ароматы называю радость жизни. Мне он приятен, как будто бы понимаю, что... Для меня он, честно говоря, слишком женственный. Я вот не хочу его на себя наносить. А пахнет он приятно. Мне бы его было бы очень классно обонять с мамой, например. То есть у меня к нему нет вопросов. Просто якобы тут не целевая аудитория. Я сама в него прилягу, прям с удовольствием, мне кажется, после съёмок. А так прям он очень классный. Не помню классический трезор. Мне кажется, там какие-то персики должны быть. Да, классический, он такой персиково-цветочек. То есть они тоже ушли вообще уже совсем в другом направлении. Там вообще понеслась душа в рай, они совсем другие дальше. Понятно. Так же, как и здесь. Ну, вот тот, я не помню, классический это был или нет, но тот трезор, который был у меня... У тебя был не классический. Он был вытянутый, там роза с почули, по-моему, вообще. У меня был похожим, по-моему, как бы не такой же флакон, только он был фиолетовый. И он был очень сильно похож на вот это звучание, только это было там 10 лет назад. Ну, вот, да, они по-прежнему тоже, что здесь, что здесь, они доят эту франшизу, я так понимаю, и все создают, 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 создают. Как будто бы мне там, кстати, нужен был один, что-то там с бриллиантом, дьямал. Такой белый тоже вот этот кристалл, назовем его так. Он был прям белый, матовый, вот он был мне приятен. Вообще такой, не знаю. Да, там есть, какой-то там он кристально-бриллиантовый, вот. Мне вот этот очень хочется. Кстати, такая смородинка пошла, как раз как вот в изначальном си. Как синтез, да. Слушай, для меня тоже здесь как будто, кстати, смородина прет прямо сейчас. Но как будто бы тоже. Понимаю, что он может нравиться, он приятен, но мне как бы вроде бы не надо. А мне очень надо. Ну и выбирай. Я хочу. Я им польюсь на выходе сегодня. Я уже решила. На сегодня это вся подборка новых ароматов 2022 года, которые мы бы хотели представить. Ну, конечно же, это не все ароматы, которые выходили за 2022 год, и не все, которые дошли до России. Но есть ли у вас понимание, какие тренды вообще были в 2022 году? Какие ароматы были популярны? Кроме того, что мы явно выяснили, что розовый цвет был в фаворе. Что еще? Какие-то тенденции можно выделить? Слушай, ну как будто бы у нас сегодня столько ароматов про всякие ягоды, гурманику и вот все сюда, что здесь какие-то вичи... Вичи говорю не то, да. Вишни? Вишни личи я соединил уже. Вишни личи, что здесь там что-то вот это черно-самородиновое. Да и здесь вишня, по-моему, и здесь какие-то эти земляники, и здесь вишня с миндалем. Как будто бы много вот такого было выпущено, да. Но, конечно, мы не берем в рассмотрение... Были всякие сандалы, да, но это больше такая как бы уже элитарная нишевая история. Они там что хотят, то и выпускают, да. Как будто бы общий тренд какой-то вот такой. То есть, соответственно... Сруктывая ягодный. Да, но это чисто так кажется по анализу вот того, что у нас на столе, да. А так, в принципе, все продолжают выпускать фланкеры, как бы дальше их тиражировать, да. Что Libra Flanker, что у нас, что это Trezor Flanker, что Sea Flanker, что Black Opium Flanker. Это фланкер, то есть фланкеры дальше правят миром. Как таковых, как я понимаю, что называется, The Brand New Fragrance было не так и много. Ну вот типа как выпуск Prada, да, то есть это прям кардинально новый аромат. Вот, соответственно, ну у Форда понятно, да. А так вот много фланкеров, и, ну вот тут пока вырисовывается такое вот ягодное звучание, да. Лена, ты как думаешь? Мне кажется, что у нас продолжается тренд на эти земляничные цветы. Когда же он уже закончит продолжаться, неизвестно. Он хочет, чтобы поскорее. И мне кажется, общая тенденция такая. Понятно, что нельзя учитывать географию и то, что год был, прямо скажем, необычный. Но мы понимаем, что парфюмерные запуски готовятся несколько лет, и такое ощущение, что был какой-то спад трудоспособности. Потому что я вспоминаю итоги прошлого года, сколько всего было, и сколько всего было именно не фланкеров, а чего-то прям уникального. А в этом году этого меньше. Да, отчасти из-за того, что меньше доехало, но и в целом, даже если абстрагироваться от этого, как будто бы меньше всего выходило. И это странно, но мне кажется, что возможно, это мое предположение, что этот тренд на осознанность, он постепенно доходит и до бьюти-индустрии, в том числе и до парфюмерии, что все-таки стараются выпускать поменьше, чтобы люди продолжали использовать то, что у них есть. Может быть, это можно объяснить вот так, потому что явно уже сейчас есть тренд с прошлого года на экологичность, перерабатываемые флаконы, перезаполняемые и все такое-такое. Кажется, что сейчас они вообще решили, что, может быть, нужно реже выпускать что-то новое, пускай люди используются... Да пользуются тем, что есть. Да, используют те ароматы, в которые мы уже вложились и выпустили их, представили. А есть ли у вас какие-то истории из новых ароматов? Может быть, в этом году какой-то аромат конкретно в вашей полке прижился или была какая-то история у вас конкретно с новым ароматом? Да, у меня появился Шалимар Мелезим Танка, который не доехал до России. Более того, он стал уже в целом достаточно дефицитным. Мне очень понравился, потому что это... Там, кстати, опять начинаются наши вишни. Мне кажется, вишня — это такой микротренд, который пошел по ароматам. От лос-черри. Как будто бы берет. От пачканался, хотя там совсем другое. Там такой типичный густой-густой Шалимар с бобами тонко и с этой вишневой косточкой. Вот, наверное, из-за уникальных запусков этого года меня поразил он и меня поразил новый артизант. Там какая-то невероятная розная акватика тоже с сандалом, потому что сандалы — это тренд в нише, который сейчас захватывает сегмент. В целом, да, ну что-то выходило, что-то появлялось. Просто вопрос в том, что не все самое клевое доехало. А у тебя какие-то новинки? Замоевали твое сердечко? У нас-таки, кстати, да, тоже один аромат, но это больше коллекционная история. Всем опять привет, у Северного лютанца вышел. А флакон 30 лет феминити был, феминит и дебуа. У них вышел коллекционный флакон, где он такой там как бы с сигареткой стоит на флаконе. А я люблю все вот эти коллекционные стороны. То есть это вот эти стандартные гробики, но у них там не вот эта наклейка, а какие-то принты. То есть там какая-то картина или что-то. Как только я вижу эти лимитки, их просто вот надо загребать, потому что они на вес золота. И как раз-таки стоял у нас в сетевых магазинах в феврале. И я такой думаю, у меня нет классической феминиты, надо взять. И вот я себе взял коллекционный флакон, очень люблю. А так, из того, что именно вышло в 22-м, как будто бы у меня на полке-то ничего и не появилось. Но уже... А, Роза Амальфи, вру. Да. И, ну, как сказал, мне бы очень хотелось поставить вот его, но чисто из-за эстетики. То есть у меня есть другая версия Блокопиума, которая мне тоже близка. То есть из ароматов, которые вышли в 22-м, как будто бы пока что, за исключением вот одного-двух, ничего и не появилось. Я все стараюсь захватить из старого, как бы, да, из... Еще там мне все перенюхало уже новое. Да, это точно, да. Но очень достойные есть экземпляры, считай, в 22-м году. У нас сегодня вот, да, как-то много там фланкеров и прочего, но тем не менее... Даже среди них есть интересные. И к Смихилу я бы сразу себе бы, может быть, бы поставил тоже, если бы пришлась как бы какая-то возможность, да, появилась. Поэтому у меня как-то больше, наверное, из старых годов, но и из нового тоже все-таки, как минимум, два флакона у меня появились. Угу. А у меня новое, но очень многое, что еще не представлено. Ну, либо в целом какая-то очень конклюзивная дистрибьюция, либо просто пока не доехала до России. Но все равно год был наполнен парфюмерными открытиями, без этого никак. Мне кажется, что если год ничем нас не удивил в парфюмерном плане, значит, нам пора на пенсию. И пускай другие люди снимаются на духах РФ, если нас ничего не удивляет, но пока еще этого не случилось, к счастью. А у тебя, Олеся, парфюмерный год? Один. Кто же один? Один год. Нет, у меня два, два, да. Мне в этом году подарили... Па-па-па-па-пам! Плёр наркотик. Плёр наркотик, да. Который, возможно, я когда-нибудь перепродавлю тебе. Отдай мне, пожалуйста, да. Отдай мне, да. Ну, кстати, я его ношу, ношу уже полгода, пытаюсь разносить, и все как-то... Не могу сказать, что он мне прям неприятен, но у меня нет тяги руки вот к этому аромату. Олеся, надо продавать. Я тут, да. Мне кажется, что вот если ты достаешь аромат, наносишь, и тебя прям не прет от восторга, то все, надо в другие руки вот к вам. Но меня начало переть от восторга от Мьюз, которая несколько раз попадалась на наши съемки, Зарко Парфам, и в какой-то момент я уже поняла, все, жить без нее не могу. Ну вот. И да, для меня год пополнился ароматом. Причем было такое, что я пришла даже... Я поняла, что мне нравится аромат чистоты, и что я хочу его на своей полке, но я когда пришла в магазин, в сетевой, мне сказали, а давайте мы вам предложим вот прям там с пятерку как минимум разных ароматов. Вот есть маска Кашмир, вот есть еще что-то маска, что-то там. Этот с цветами, этот с фруктами, этот еще что-то. Я говорю, дайте мне просто чистые отглаженные рубашки от Мьюз, от Зарко Парфам, и больше не хочу ничего. То есть почему-то вот захотелось такого аромата вне контекста парфюмерии. Но и я прекрасно радуюсь, каждый раз уходя со съемки в чем-нибудь новом. Но мне нравится вот пока еще мое вот это отношение, что я не становлюсь маньяком, но... И это хорошо. Я экономлю денежку. Это правда, экономия колоссальная. Да, но при этом, конечно же, пополняю и знания, и... Конечно, вокруг тебя такие гуру сидят, ты тут не... Я скромный такой, я немножко как-то не пополнить знания. Воздушно-капельным немножко мне передается, поэтому, конечно же, приятно с чем-то новым знакомиться, открывать для себя каждый раз. Возможно, кстати, я прислушаюсь к вашим советам, что мне идет моему образу Black Opium, да, и у него... Этой версии у меня нет и нет никаких предыдущих, поэтому возможно... И Santal. Santal тоже даже не было, да. А ссылки на все ароматы, про которые мы сегодня говорили, вы найдете в описании под роликом. Вы можете подробнее узнать об аромате, увидеть отзывы и цену на сайте духи.рф. Там же есть ссылки на социальные сети сегодняшних ведущих. Ну что, ребята, с наступающим Новым Годом и вас, и наших зрителей под вот это яркое просто... Вот этот яркий фонтанный искр, который... Надеюсь, что нас не сожжет. И нашу новую студию. Да. Можно чокнуто поздравить нас с наступающим Новым Годом. Это был непростой год, но в нем было столько всего позитивного, столько всего интересного. В том числе, действительно, мы переехали в новую студию. У нас новая картинка. Пока что, да. Выезды. Пока. Пока. Пока мы живы еще. Очень приятно, но это ненадолго, судя по всему. У нас были выпуски выездные. У нас были новые парфосиделки, новые слепые затесты, новые герои. Новые гости. Да, это было все очень здорово. Новые лица. Новые подписчики, новые зрители, новые комментарии. Было очень много нового в старом году, а в новом году, надеюсь, будет еще больше. Поэтому с наступающим Новым Годом. Что? Подожди. Давай вот это так гаснет и продолжим. Стой. Все. Блин, я все время боялась, чтобы у меня волосы не загорелись. Что за чем это? Все. Давай, убирай. Договорим. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Я желаю вам в Новом Году добра, спокойствия, сохранять в себе человека и сохранять в себе способность радоваться жизни. Пока все это есть, мы со всем справимся. Дорогие зрители канала Духи РФ, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Самое главное, будьте здоровы, как бы банально это ни звучало, но это действительно актуально. Будьте счастливы, радуйтесь малейшим вещам, мелочам. Они есть в каждом дне, поверьте. Находите их, и все будет замечательно. Побольше нам всем мачо-медитейшн, ноа и подобных умиротворяющих ароматов в Новом Году. Пусть все будет спокойненько, аккуратненько, красиво, но и весело тоже, без веселья никак. Поэтому с наступающим Новым Годом, наши уважаемые зрители. Мы вас очень любим. Ждем, конечно же, ваши комментарии, ваши лайки, подписку на канал. С наступающим Новым Годом. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok